Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Люта, вы находитесь на YouTube-канале Blush Supreme. Здесь мы обсуждаем бабкин престол, то есть все абсолютно, что связано с королевской семьей. Я очень надеюсь, что у вас прекраснейшее настроение, и мы проведем эти несколько минут в вашей замечательной компании от начала до самого конца. Сегодня тема не прям-таки высокая, но очень интересная. Мы поговорим про бывших Кейт Миддлтон, ну и, наверное, все-таки затронем и Меган Маркл в том числе. Когда я делала видео про бывших принца Гарри, то YouTube почему-то на меня разозлился и снял монетизацию. Я надеюсь, что в этот раз YouTube будет к нам благосклонен, так что наливайте чаек-кофеек и поехали. Ну что, для начала я должна сказать, что про бывших Кейт очень мало информации, потому что Кейт это равносильно принц Уильям, будущий король Великобритании. Она, как мы знаем, охотилась на принца Уильяма за его сердцем, в хорошем смысле слова, наверное, если это возможно, в хорошем смысле слова. Ее мама в этом очень ей помогала, ни для кого это не секрет, у меня есть видео на эту тему, если вы его еще не видели, то обязательно посмотрите. Там я все подробно рассказала о том, как начинались, о том, как завязывались их отношения, причем тут, собственно, мама, так что обязательно заходите, смотрите. Но Кейт, конечно, всегда ассоциировалась с Уильямом, даже когда она была молода и наивна, скажем так. Но, тем не менее, бывшие у нее, естественно, были. И первой любовью, а именно его называли first love для Кейт Миддлтон, был парень из колледжа. Его зовут Вильям Маркс. Про их отношения очень мало, конечно, чего известно, но как он выглядит, можете сами видеть на своих экранах. На данный момент он работает журналистом на CNBC, и в женах у него итальянская TV-персона, и живет он в Лондоне. Так что нет-нет, да с Кейт Миддлтон они могут пересечься. Далее у Кейт был парень, которого звали Руперт Финч. И ой, как мне прилетело в комментариях после одной фразы относительно Руперта Финча, в самом начале моего роял-пути, в одном из самых первых роликов про королевскую семью. В общем, в 2001 году Кейт Миддлтон поступила в университет, собственно, вместе с принцем Уильямом, а Руперт Финч уже заканчивал этот университет, то есть она была на первом курсе, он был на последнем. И у них завязались такие романтические отношения. Принц Уильям, как вы помните, не сразу влюбился в Кейт Миддлтон, у него там была другая девушка, он был просто вот влюблен в другую девушку, ну, про нее вы можете узнать из ролика, который посвящен полностью принцу Уильяму, отлично, кстати, получился ролик. Ну, так вот, вроде как Уильям не обращал внимания на Кейта, тут на вот этой вечеринке, где был показ мод, где вот это появилось знаменитое голое платье Кейт Миддлтон, он решил подкатить к ней свои королевские ноги и решил ее поцеловать. И Кейт, конечно, ответила ему на поцелуй и киданула своего Руперта Финча. И вот, собственно, в ролике я сказала, что так бы, наверное, поступила каждая из нас, если бы ее поцеловал будущий король Великобритании, она киданула бы своего бойфренда. Началось, конечно, там такая вакханалия, я бы своего мужа никогда ни за что не предала, ни ради какого-то будущего короля никогда в жизни. Ха-ха-ха, я в это абсолютно не верю. Не верю, что если бы к тебе подкатил будущий наследник престола Великобритании, ты бы не кинула своего парня, с которым ты даже год не встречалась, и не думаю, что там была грандиозная какая-то любовь. Ну, если, конечно, любовь, как у Ромео и Джульетта, тогда другой разговор. Но в любом случае, у Кейт Миддлтон с Рупертом остались отличные отношения, он присутствовал на их королевской свадьбе, так что Руперту, в принципе, с бывшей подружкой повезло. И также Кейт и Уильям в 2013 году присутствовали на его свадьбе, так что, я думаю, он только приобрел. И еще был один парень у Кейт Миддлтон, хотите спросить, когда, когда она все успела, сейчас все расскажу. Они с Уильямом же то встречались, то расставались, а первое расставание у них было достаточно короткое, а второе было достаточно длительное. И тогда Кейт, конечно, пошла по наклонной, как писали СМИ, хотя лично я так не считаю. Что она делала? Она сделала, по сути, все то, что делают молодые, я не знаю, современные обеспеченные девушки. Тусила в клубах, с друзьями, отдыхала, выпивала, да, алкоголь, это, в принципе, нормально, ничего тут такого нет. Я думаю, что если бы за каждой из нас папарацци, вот как мы выходим из клуба, следили бы с фотокамерами, то ни одни трусы были бы сосвечены, наподобие как у Кейт Миддлтон. Ну так вот, в те времена она вроде бы как встречалась с неким Генри Ромпером. Ну парень как парень, но у него состояние в 33 миллиона фунтов стерлингов, потому что он владелец фирмы по управлению перевозками. Так что в том обществе, в том кругу обычных парней, обычных бойфрендов у таких дам, как Кейт Миддлтон, просто быть не могло. Ну а далее, как сложилась история, мы с вами все в курсе. Принц Уильям вроде как под напором своей бабуленции все-таки помирился с Кейт, и в 2011 году они сыграли скромненькую такую роял-свадьбу, что и прокомментировал Уильям у алтаря своему тесте. Тестю? Правильно? Отец жены. Это тесте? В принципе, у Кейт в женихах больше никого так толком и не ходило. Как я и говорила, она в принципе очень плотно ассоциируется с Уильямом. Так что давайте теперь разберем женихов, бывших бойфрендов Меган Марк. Там тоже список не огромный, но есть кого вспомнить. Ну во-первых, все мы знаем и все мы в курсе, что у Меган Марк был муж, Тревор Энгельс, продюсер. И, кстати, он очень похорошел после развода, точнее, как случилась свадьба Меган и Гарри. Он лично похорошел, у него прекрасная, чудесная жена и даже, по-моему, ребенок есть в этом браке. Но с Меган Маркл они встречались 6 лет, встретились, они начали встречаться в 2004 году, а в 2011 году расписались, поженились на Ямайке. И церемония у них длилась всего лишь 10 минут, зато тусовка, вот эта вечеринка свадебная длилась 4 дня. Я прям узнаю почерк Меган Маркл. У них было более 100 гостей, но в 2013 году пара рассталась из-за непреодолимых разногласий. Это такая стандартная формулировка, которая очень часто встречается в Голливуде. Также Меган встречалась с канадским шеф-поваром Кори Витьеллась. И, говорят, Меган очень часто посещала его ресторан в Канаде. Именно тогда Меган снималась в сериале «Форс-мажор», это, в принципе, единственный у нее знаменитый сериал. Ну да ладно, и пусть про эти отношения практически ничего не известно, можно делать вывод, что они были достаточно серьезными. Во-первых, тем, кто не верит, что она встречалась с этим шеф-поваром, в доказательство отзыва на еду в ресторане The Harbor Room, это, собственно, ресторан Кори, это подтверждение тому, что она действительно там обедала и очень любила и восхваляла эту пищу. Но в 2015 году Меган провела Рождество вместе с семьей Кори, а это что-то дозначит, тем более, учитывая, что на Западе Рождество — это самый максимально семейный праздник. И тут начинается самое интересное. Никто доподлинно не знает, почему расстались Кори и Меган. И если подумать о временной линии их отношений, то получается, что именно из-за принца Гарри и разошлись Кори и Меган. Именно тогда появился принц Гарри. Хотя официально, когда спрашивают журналисты у Кори, он отвергает эту информацию, говорит, что нет-нет, мы просто так расстались. Ну, собственно, из-за непреодолимых разногласий расстались, а принц Гарри здесь, в принципе, ни при чем. И еще в 2014 году до Кори поговаривают, что у Меган были отношения с гольфистом Рори Маклорой. Официальных подтверждений нет, но вроде бы как Рори как только расстался со своей возлюбленной, он ей сделал предложение и, собственно, расстался, его невеста — это звезда тенниса Каролина с непроизносимой мною фамилией. Вот, в общем, они встречались с Меган сразу после этого расставания. Но тут надо рассказать одну очень интересную историю их отношений и улыбнуться и понять опять в очередной раз, что мы, в принципе, знаем, кто такая Меган. И она, по большому счету, молодец. Помните, были в свое время в Инстаграме популярны такие Ice Bucket Challenge? То есть, когда ты выливаешь на себя воду со льдом, на тебя кто-то выливает ведро, ведро со льдом. Ну так вот, Меган участвовала в этом Ice Bucket Challenge. Естественно, видео не найти, все почищено в интернете. Но вот эта вот история какая-то в Ice Bucket Challenge. В общем, Рори выполнил этот челлендж и призвал Меган Маркл также повторить за ним. Ну, помните, да, в Инстаграме, когда отмечаешь кого-то, типа, теперь давай ты сделай то же самое. Меган согласилась, но сказала, что именно Рори должен опрокинуть на нее ведро. Внимание! Нет официальных подтверждений, что они с Рори встречались. И как бы пресса гадала только, встречаются они или не встречаются. И официально они не собирались заявлять о том, что они пары. Но, конечно, когда Рори опрокидывает ведро на голову Меган, когда он появляется в кадре, это подтверждение, негласное подтверждение тому, что они пара. Вот таким образом Меган еще до Гарри была верна себе и знала, как заявить о том, что принадлежит ей собственно. Умная она, конечно, в этом отношении деваха. Вроде никто не знает, но я рассказала вам, с кем я встречаюсь. Вот таким образом получилось. Ее, конечно, можно любить или ненавидеть, но в этой жизни она что-то допонимает. И та позиция, которую она занимает, конечно, сейчас, только ярчайшая этому доказательству. Хотя мне кажется, что в королевской семье она бы светилась ярче и, наверное, все-таки дольше. Хотя, не знаю. Ну, по аналогии с Кейт Миддлтон, мне кажется, ее бы любили больше. Ну, вот, собственно, и все. Вот такая вот любовная история у герцогинь была до мужей. По три человека на брата. Как считаете, парни, мужья им достались в итоге самые лучшие из тех любовных послужных списков, что у них были? Или все-таки где-то они прогадали? Пишите ниже о том, что вы думаете в комментариях. Обязательно оставляйте свои фидбэки относительно этого видео. И не забывайте ставить свой royal like, они меня заряжают вообще энергией, ваша активность заряжает мне энергией, чтобы делать контент лучше, больше. И чтобы ничего меня не отвлекало от нашего бабкиного престола. Спасибо большое, что были сегодня со мной и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok